Четвертая книга царств, глава 23. И он стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хелке и первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые ходили в Аалу, солнцу и луне и созвездием и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса-градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господнем в Иерусалиме, а пресники же ели вместе с братьями своими. И осквернил он то фет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которые вставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень близ комнат Нефан-Мелеха-Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Монассия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь и низверг оттуда и бросил прах их в поток кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавицкой, и Мелхому, мерзости Амманицкой, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Так же и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иерваамом, сыном Наватовым, который вел Израиля в грех, так же и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосиф и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил, и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосиф, что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским. И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогай костей его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Так же и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия, и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в этой книге закона, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в восемнадцатый год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появились в земле Иудейской и Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Монассия. И сказал Господь, и Иуду отрину от лица Моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя Мое там. Прочие об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский против царя Ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегеддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвую из Мегеддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. И имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в ривле в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю сто талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земли, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскывал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали его отцы.